Добрый день, эфир канал Россия продолжает программа Вести Рязань. В студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. Экономия или осмотрительность? Почему в этом году рязанцы реже покупают фейерверки? В рязанские театры уже пришел праздник. Какие новогодние сказки расскажут актеры в этом году? Отдых льготников в санаториях подорожает, поскольку обойдется путевка на общих основаниях. Отдых льготников в санаториях подорожает. Стало известно, поскольку в 2017 году обойдется стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях для этой категории отдыхающих. Бюджет заплатит за льготников 1174 рубля, что всего на 65 рублей больше, чем в этом году. Эксперты считают, такое повышение рациональным. Оно позволит частично компенсировать инфляцию, не ухудшив при этом качество обслуживания. Стоит отметить, что интерес к санаторному отдыху среди россиян продолжает расти. При этом минимальная стоимость путевки для обычных граждан в прошлом году составила 3000 рублей за сутки проживания. В эту сумму включено трехразовое питание, процедуры по назначению врача и проживания. Излюбленное увлечение рязанцев в фейерверк – дело не только красивое, но и рискованное. Без травм встреча Нового года, как правило, не обходится, а всему виной человеческая обеспечность. Ведь прежде чем запускать салют, важно ознакомиться с правилами безопасности. Как не превратить праздник в катастрофу, расскажет Анжелика Королева. Такие небольшие вагончики, где продают фейерверки и петарды, можно встретить у многих торговых центров прямо посреди автомобильных парковок. Проходимость максимальная. Потратившись на продукты и подарки, люди заходят в поисках взрывного настроения. В основном сейчас люди ходят, прицениваются. Наверное, сейчас все-таки больше люди тратят на продукты, на елки, на гирлянды, на украшения. В основном весь поток покупателей идут как раз таки у нас последний день, 31-е, 30-е, выходные и не. Сотрудники полиции и МЧС вместе проводят рейды по пунктам продажи пиротехники. Здесь, на Московском шоссе, продавцы уверяют, обращают внимание покупателей на меры предосторожности при запуске фейерверков. Вот только как сапожник без сапог, так и предприниматели сами же нарушают правила безопасности. К примеру, здесь взрывоопасная компания, петарды, фейерверки и электронагреватель. Впрочем, это не единственное нарушение, которое выявили. Также отсутствует пожарная сигнализация. На видео покупателям демонстрируют возможности салютов и петард. Однако увидеть такую эффектную красоту в реальности удается лишь тем, кто приобретает качественные товары. А значит, и покупатель, не дожидаясь проверок, сам должен уметь ориентироваться в мире пиротехники. Обходить сомнительные лотки и палатки, где торговля идет без документов. А готовясь к запуску, стоит помнить, несовершеннолетним фейерверки не продают. А значит, и родителям не стоит давать опасное развлечение в детские руки. Перед тем, как зажечь спичку, не лишний будет прочитать инструкцию. Например, многие залпы запрещено использовать при ветре. А значит, если прогноз погоды не соответствует техническим условиям запуска салюта, фейерверк все-таки лучше отложить. Анжелика Королева, Владимир Буданов, Вести Рязань. Количество погибших в Иркутске увеличилось до 54 человек. Сегодня в области объявлен День траура. Тех, кто выжил после массового отравления, допросят следователи. По предварительным данным, все поступившие в больницу употребляли боярышник, который значился как парфюмерное косметическое средство. Отравление вызвало находившийся в жидкости метанол. В Рязанской области за 9 месяцев этого года от сурогодного алкоголя скончалось 228 человек. Татьяна Чекина продолжит тему. Средства для принятия ванн, лосьоны – все это берут даже люди, далекие от тенденции индустрии красоты. В небольших баночках спирт с различными экстрактами. Боярышника, пиона, пустырника. Они в каждом этих киосках. А бед покупают? Покупают. Не то, что покупают. В драк дерут. Вот эту бутылочку мы без проблем купили в киоске, что стоит весьма бойком месте в Канищеве. Но как только кошелек сменил микрофон, продавец быстро убрал оставшиеся пузырьки. Хотя в торговле ими не видят ничего предрассудительного. Подтверждает, спрос есть. Но для чего использует товар, не знает. Или не хочет знать. Мы не спрашиваем, кто-то берет, мазаться. Как говорится, она лежит, настойка, но на что ее каждый использует, это мы не знаем. Если верить этикетке, в составе спирт, экстракт и вода. Но называется лосьон. В аптеках официально продается настойка с тем же составом. Поверху, где есть сейчас? Настойка? Ага. Спиртовая. Спиртовая. А можно посмотреть, что там в составе? То, что когда-то было исключительно лекарством, сегодня скорая помощь для тех, кто не набрал на полноценную бутылку легального спиртного, подтверждают врачи. Валентина Улитина говорит, пьют сегодня все. От того же боярышника и корвалола до незамерзающей жидкости и технических растворителей. И нередко любители пропустить стакан сознательно идут на риск. Ставят такие химические опыты, что не в каждой лаборатории повторишь. Поступил пациент, они вот этот вот растворитель, они его поджигали, что-то там выпаривалось, оставался сам вот этот метиловый спирт. И вот они его пили, мы ставили ему отравление метиловым спиртом. Там было такое поражение головного мозга, то есть отек и почки, поражение, что у нас от пациента он скончался. Главная боль, тошнота и главное нарушение зрения. При появлении этих признаков после застолья нужно как можно быстрее вызвать врача. Клин в стационарах выбивают другим, более безопасным клином. Капают этиловый спирт, отравившийся метанолом. Пациентов год от года меньше не становится. Всегда есть те, кто рад сэкономить. Но тратят потом на лекарства. Или не тратят, если не повезет. Платить приходится родственникам за погребение. Гарантированного способа вне лаборатории отличить этиловый спирт от метилового не существует. Но все же один считается достаточно достоверным. Нужно нагреть медную проволоку, а затем поместить ее в жидкость. Если слышен неприятный запах формальдегида, скорее всего это метанол. Но кто проводит опыты в алкогольном угаре? Потому жертв технического спирта становится только больше. Татьяна Чикина, Валерий Чикин, Вести, Рязань. Сегодня и завтра в Рязани проходит 76-я река жизни. Как сообщают организаторы, за время действия акции добровольного и безвозмездного донорства удалось собрать более 12 тысяч доз донорской крови. Желающих ждут с 8 утра до 12.30 в областном обществе больных гемофилией, станции переливания крови РУКБ. Требования к донору возраста от 18 лет, рязанская прописка, документ удостоверяющий личность. Полученная в результате акции кровь пригодится тем, кто по состоянию здоровья проведет новогодние праздники в больнице. Наступающий год обещает быть удачным для фермеров, особенно тех, кто занимается птицеводством. По китайскому календарю 2017 год красного петуха. Так, например, фермер Александр Лукин уже готов ловить удачу за хвост, ведь в его хозяйстве около 30 пород этих птиц. Удивительную коллекцию пернатых увидела наша съемочная группа. Француз еще только завершает разминку, а ему из-за стенки уже вторит темпераментный сосед, бойцовский петух породы Суматра. Многоголосый хор просыпается в 2 часа ночи, и весь день окрестность оглашает петушиное пение всех оттенков. А их довольно много. В хозяйстве Сергея Лукина представлено порядка 30 пород. Вот это бельгийцы. Визуальное отличие – это полдела. У представителей разных пород и характер разница. К примеру, эти китайские хохлатые красавцы весьма миниатюрного размера способны задать жару петухам в два раза больше себя. А вот напротив самые флегматичные представители семейства петушиных – арпингтоны палевые – любимые куры английских аристократов. Они и ведут себя соответственно. Есть в коллекции довольно редкие птицы. Обыватели считают этих кур обычными деревенскими, но на сельских просторах именно таких не встретить. Это дрезденская белая высокопродуктивная порода. Обладают ею единицы российских заводчиков. Свою ферму Сергей считает не бизнесом, а хобби. Но дело это настолько любимое, что фермер даже приспособился обходить европейские санкции в пользу себе. Один из поставщиков, кураводов профессиональных, узнав, что яйцо поедет в Россию, очень запаниковал, сказал, что я в Россию не продам, против России сейчас санкции. Но это не сильно усложнило. Нам просто нужно было его яйцо. Неплохие у него были экземпляры. Просто наши партнеры позвонили воздругого номера и забрали яйцо. Не верится, что еще пару лет назад здесь была пустошь. Между прочим, сама идея фермера делась спонтанно за чашкой чая. На вопрос, а не завести ли кур, супруга ответила, только красивых, объясняет Сергей. И птичники захотелось не абы какие, а нарядные. Теперь эта ферма одна из рязанских достопримечательностей. К Лукиным нередко напрашиваются на экскурсию. И хозяева всегда рады гостям. Дмитрий Мелешкин, Анастасия Захарова, Александр Бредихин. Вести. Рязань. Рязанские театры в полной готовности к новогодним елкам. За две недели до праздника у актеров немало работы. В театре кукол премьера. Чем удивляют публику в этом году, расскажем в следующем сюжете. В этой новогодней постановке голос дали елке. Лесная красавица – обязательный участник зимних праздников. Но вот как героиня редко появляется в детских сказках. Впрочем, постановка необычна подбором и других персонажей. Сразу из нескольких сказок. Здесь и классический Дед Мороз и Снегурочка, Снежная Королева и Иванушка. Лиса и символ наступающего года – петух. Чем больше разных героев, тем интереснее считают сами артисты. Это все-таки праздник. И не просто жанр сказки, а сказка, которая превращается в праздник. И все это должно быть вокруг этого ореола, должно быть ощущение праздника. Традиционные новогодние представления с хороводами вокруг елки знакомы не одному поколению театралов. Родители, которые сегодня привили своих детей, помнят, как сами наряжались снежинками, щелкунчиками, красными шапочками, золушками. Переобувались в театральном фойе из сапог в туфельки, поправляли прически, готовясь встретиться с Дедом Морозом. А затем читали стихи и подпевали актерам, исполняющим роли волшебников. Режиссер спектакля и актер Валерий Скиданов уже 22 года так или иначе участвует в подобных представлениях. Говорит, никакие компьютерные игры не замеян детям театра, где все разворачивается здесь и сейчас. Хотя постановщики стараются привнести технические новинки. Мы стараемся делать те же старые добрые сказки, исходя из наших старых добрых традиций. Мы, конечно, все эти эффекты применяем в спектакле и 3D, и прочее, и лазер, и прочее, прочее. Но никогда еще никакие эффекты не заменили хорошие добрые сказки. Мы стараемся делать хорошую, добрую, понятную детям сказку. И они отвечают нам тем же самым. Они помогают нам, они помогают героям нашей сказки. И все с хорошим настроением выходят после спектакля. И вот интермедия завершена, зрители отправляются в зал, гаснет свет, и на сцене начинается настоящее волшебство, в которое верят дети и родители. Ведь взрослые помнят, в конце сказки добро обязательно спасет Новый год от злых героев. Анжелика Королева, Сергей Громотеев, Вести, Рязань. Такими были Вести. До встречи. По данным гидрометцентра России, сегодня 20 декабря ожидается переменная облачность без осадков. Ветель северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха по области минус 5-7, в Рязани 4-6 градусов мороза. Сережа, скажите честно, у тебя кто-то есть? Давай ты не будешь устраивать сцен при ребенке. Нет, я буду! Как же хорошо, что у меня есть ты. Я всегда рядом. Только лучшее кино. Ты влюбился, да? Бросишь нас? Воскресенье. Как только малыш подрастет, мы организуем шикарную свадьбу, подойдем кучу гостей. Ребенок, который разбил чужое счастье. Давай по моим папе он приедет за тобой со своей новой женой. Я совсем не уверена, что она будет тебя любить так же, как мама. А, хватит! Скажите, что с моей дочерью? Ей нужна пересадка костного мозга. У вас еще есть сестра, только она сводная. Я же не могу спасать чужого ребенка за счет своего. Ребенок, который может спасти чужую жизнь. Это же шанс для Аси. Его жена отказалась помочь. Она решила, раз мы отказываемся дать то, что ей нужно, она сама это возьмет. Стой! Почему ты все это делаешь? Господи, мама, да потому что Катя не спасла бы Асю! Чужие дети. Премьера. Воскресенье. 14.20. На канале Россия. Самые оперативные новости. Аналитика и комментарии от первого лица. Включение корреспондентов с мест событий. Важнейшие рязанские новости ток-шоу. Прямые эфиры с ноября и на радиостанции «Маяк». Частота 99,1 МГц. Телефоны коммерческой службы 2577-72 и 2588-57. Теперь и на «Маяке». Частота 99,1 МГц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...